Русской Швейцарией называли окрестности деревни Дюдькова. Небольшие деревянные домики в окружении красивого леса и звенящая тишина. Русский композитор Сергей Иванович Танеев, попав сюда однажды, влюбился в эти места на всю жизнь. Когда он пришел сюда, он был совершенно поражен красотой этих мест и стал снимать здесь избу. И он пишет свои письма. Снимаю здесь избу, называемую дачей. Имею инструмент и занимаюсь регулярно. Гуляю и каждый день похож один на другой и я абсолютно счастлив. Сегодня здесь располагается музей композитора. Сергей Иванович Танеев посвятил музыке всю жизнь. Талант проявился с раннего детства. Упорные занятия, поступление в консерваторию, золотая медаль сразу по двум направлениям – пианист и композитор. Какое-то время он начинает заниматься у Николая Рубинштейна, основатель консерватории, по классу фортепиано и по классу свободного сочинительства гармонии и контрапункта у Петра Ильича Чайковского. То есть вот как-то многие забывают, что Танеев был учеником Чайковского и учителем Скрябина и Рахманова. Трудно представить себе столь далеко, это столь различные личности. Путешествие по Европе после окончания консерватории определяет его жизненный путь. Там он знакомится со всем цветом композиторского мира, изучает культуру и искусство. И именно там намечает четкий план своей деятельности на ближайшие 50 лет. Все из этого списка он осуществил и довел до конца. В России очень ценится талантливость и гениальность, но не очень ученость. Особенно большие проблемы с работоспособностью. Вот Сергей Иванович был невероятно работоспособным человеком. Он пишет план своей жизни до 50 лет. Например, он упоминает, что надо бы изучить оперы Моцарта, выучить наизусть оперу Вагнера, это минимум три часа, и поехать послушать ее, уже зная наизусть то, что он выучил. Удивительное трудолюбие, работоспособность и, конечно, любовь к музыке позволило достичь уникальных результатов. Не нельзя сказать, что он, знаете, такой вот легко порхающий гений, да, который прикасается к краю. Нет, он очень серьезно занимался. То есть это все труд, это все усидчивость и завостренность. Да, да. Вы знаете, он настолько строг был к себе, что даже уже после написания первой симфонии и множества произведений, он ставит свой опус один, первое сочинение, на контакте Иоанна Дамаскина. Его труды до сих пор входят в обязательную программу всех консерваторий мира. Сергей Иванович Танеев был педагогом с большой буквы. В деревне Дюдьково постоянно собирались ученики, друзья и коллеги. Среди них один из ближайших соратников – Петр Ильич Чайковский. Он зарекомендовал как превосходный преподаватель, пианист, может быть, многие не знают, но он многие произведения Петра Ильича, тот доверял исполнять на премьере именно Танееву. Он обладал способностью блестящего сетения с листа и просил за полстраницы переворачивать ему уже страничку, чтобы он видел дальше. Здесь же, в своем деревенском доме, Сергей Иванович скоропостижно скончался. Непродолжительная болезнь, потрясение после смерти ученика и друга Александра Скрябина вызвали осложнение. До последнего момента композитор надеялся поправиться и продолжить работу. Судьба распорядилась иначе.